дорогие мои доброе утро мы проснулись у нас дома прохладно ведь я кофточку одела сегодня ночью было 13 градусов дети замерзли кожу у нас сегодня мусор кстати я в прошлый раз тоже снимала во вторник ты уже бак выкатила покажу как это бывает соседи уже все выставили смотрите стекло и пластик в синее все желтую принесу там картон вот так вот все соседи оставляется тишина как в деревне у нас такой вот небольшой поселок таунхаусов на самом деле очень тихо все друг друга знают мне очень здесь нравится сейчас поедем школу собираться все едем школу вовка утеплился шапку даже отдел говорит холодно это мой велик он отжал у меня велик потому что из своего вырос но я отжил у мужа соответственно вообще я очень люблю свой круизер поехали перчатки не взял купили теплые варежки все смеялась зачем теплые варежки продаются перчаточки очень много в поселке живет людей с собаками у некоторых прям по три собаки по пять и нет ни одной какашки все все убирают идеальная чистота мой парень обогнал меня на круизере без рук едет выпендривается у вас езжай на тротуар ой наши любимые ибисы какая красота как я люблю это у нас там такое мини озерцо искусственное но там крабы водятся и раки большие ибисом доброе утро ребята красавцы правда красавцы тишина тишина по поселочку по нашему да он сейчас проезжает детская площадка он опять собаки 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 морей вовка остановился руки у него норзнут вот там у нас лодки здесь их спуск к реке смотрите какая красота эта река называется лаксахачи индейская древняя река школьный автобус до школы осталось метров пятьсот красота всегда мне нравится это такое сочное небо вон там наша школа вот нас каждое утро и снег и в дождь любую погоду встречает наш любимый волонтер который совершенно бесплатно бесплатно море и того и вовка разговаривает да рассказывай что кто-то дрифтил какая-то машина дрифтила ждем своего светофора и сейчас будем переходить там уже видите машинки машинки вон там очередь а вон там наша школа а здесь вот очень дорогой поселок ну я уже рассказывала о том что чем скажем так дороже дома в районе тем выше налоги тем вообще у людей все хорошо эти налоги платятся на содержание школ полиции так далее соответственно здесь очень хорошая школа и хорошо работает полиция следовательно все безопасно так вот дорогу мы переехали тень смотрите я могу вам показать только свою тень вова едет с какой-то девчушкой ну и как обычно понятное дело выпендривается выпендривается мужчина он и есть мужчина вот ведь очередь начинается знаете меня всегда удивляет здесь то какие люди спокойные вернее насколько они спокойные вот если очередь они будут стоять терпеливо ждать никто не будет сигналить не на светофоре там не на выезде откуда все понимают что они все равно проедут приедут все уважительно так друг другу относятся ну вот меня это удивляет потому что в моей жизни моем детстве такого не было везде была какая-то агрессия вчера рассказывал о том как легко вычислить русских них это агрессия по моему с рождением все мы подъехали в школе здесь стоят учителя того движутся движутся машинки такой петлей вон парень уже раздевается а я как санчо панса несу ему портфель такая стоянка великов так владимир иди помогу кстати американские дети очень самостоятельные им они никогда не берут помощи у родителей все сами вот такие выносливые в них выносливость воспитывается с детства все парень мой пошел в школу под щебетание некоторые детки пешком идут ой смотрите кто-то вообще прямо черный мальчик в куртке в шапке я вчера видела девочка в угах пришла хотя уча солнышко выглядывает уже прям хорошо хорошо становится припекает это вот когда рано совсем рано тогда холодно какое солнце прям все заливает ничего не видно смотрите машинка украшено они даже машины здесь украшают все такое мне так это все нравится опа навстречу море наши оп смотрите очередь закончилась сегодня мы припозднились поэтому вот все быстренько прошло опять показываю вам наслаждайтесь вместе со мной этим небом этим солнцем может быть я как кашпировский через экран вам пошлю этот позитив и у вас будет хорошее настроение на весь день ну или на всю ночь кстати у кого вечер может быть вам приснится флорида и вы побываете здесь хотя бы ночью во сне помечтаете как это здорово жить в таком месте это чудесно здесь кстати очень много кроликов вот я сейчас ехала не показала вам не видно кролики бегают малыши такие хорошие вот волонтер нас стоит будет стоять до того момента пока не начнутся уроки и когда уроки закончатся тоже она будет на своем месте помогать деткам все еду в обратную сторону домой там тоже поселочек посмотрите здесь все кстати так удобно расположена на мой взгляд прям вот продумано все сделано когда вот эти поселочки уходят сглубь их не видно они вот за такой живой изгородью стоят и соответственно все комфортно и очень тихо кустики траву здесь стригут где-то раз в неделю где-то раз пять дней вот все здесь очень красиво вот макадами я уже его в своем выпуске показывала растет орех макадами можете сорвать но он еще не поспел ну вот так проеду мост и продолжу вам рассказывать как проходит наше утро 30 декабря декабря все уже ушла ноября прошу прощения но еще немного локсахачи доброе утро солнце пожарные машинки каждое утро они пожарные моют свои машины проверяют чтоб все работало потому что вот все здесь гудит звенит когда идет проверка вот это я сейчас по детской остановке проезжаю кстати спрашивали меня почему я не показываю егора когда собираю детей в школу потому что егор уходит в шесть утра вот мусорка наш поселок заехала значит скоро до нас доедет так вот егор уходит в шесть утра там с копейками мы с ним без десяти встаем я ему собираю ланч и он уходит он раньше всех уезжает да здесь первый бассейн я вам по ходу рассказываю экскурсию провожу в нашем поселке три бассейна вот первый на въезде мы уже проехали ну и вообще поселок на секторы поделен сегодня вот скажем так мусорный день поэтому везде баги стоят я уже рассказывала как это все происходит вот сначала я провожаю Егорку потом Володю отвожу сейчас вот сейчас вот Асеньку поеду провожать до остановки а вот смотрите я вам показывала здесь вот хранятся канои а вот там вот спуск на воду всяких лодок а стоянка этих лодок вот здесь вот за этим забором справа то есть берете со стоянки лодочку на специальном прицепике сдаете задом вот здесь вот они хранятся и катаетесь и эта река кстати выходит в океан можете выйти в океан провести хорошо день а то и два вернуть лодочку на место я не знаю сколько это стоит так люди живут смотрите украшают дома сейчас конечно с утра не очень видно лучше это все вечером показывать когда темно и все это огонечки горят но все равно видно что люди любят свой дом и декорации которые были на Хэллоуин плавно сменились декорациями на Мэри Крисмас хотя на День Благодарения тоже были какие-то украшения я уже не помню но они очень много тратят денег но я не знаю это по моим меркам очень много я видела сколько это стоит но у американцев очень высокий доход и для них украсить дом и потратить там тысячу-две долларов ну это как бы несерьезные деньги тем более что они очень чтут эти традиции и очень верят вот в это все и притягивают хороших духов ну это когда вот на Хэллоуин украшают и на Рождество сейчас все покупают прям как сумасшедшие красные такие цветы в горшках очень пышные я вот прочитала что хай Элла наша знакомая кстати она говорит на русском потому что из России ее привезли пятилетней девочкой так вот про цветы обязательно они должны там быть в доме вот такая примета и все их прям раскупают на мой взгляд это маркетинговый ход такой тем не менее он работает но я вчера не купила были мы вчера в Костка вечером я уже не стала ничего снимать потому что устала сняла вчера два влога ну и вот так я подъезжаю к дому сейчас Тасюшку буду провожать Тасюшу говорю я тебя поснимаю как ты завтракаешь на столе столько всего Тасюшку Тасюшку что ты делаешь тут раз с новым боком что делаешь ты я подъезжаешь в домашку точно посмотрим что она там проверяет сейчас у нас будут процедуры красоты вот наша королевна ест грушу а мама ее будет заплетать да да спасибо что я показала выпендрежница наша говорит покажи мои ботики какие у нее красивые кроссовки ой и сама хороша у меня вчера ой сегодня кудры еще не распределись я вчера кудры делала ну типа заплетала в школу они до сих пор не распределись немножко осталось эти мои кудры любимые у нашего соседа вот все время гора вот таких коробок амазон он все заказывает на амазон такое ощущение что в магазин вообще не ходит ну они кстати часто здесь очень развита эта культура ну тем более учитывая то что если amazon prime приходит за один день ну максимум на следующие сутки нет если товары дешевые хотя они стоят больше то они приходят попозже потому что если ты хочешь купить ну то что ты хочешь но оно дорогое ты можешь оказать на амазоне но оно придет немножко попозже нет это если нет доставки prime если есть prime приходит все в течение суток здесь теперь везем так кофту говорит мне дашь выпендрежница доедем на остановку сейчас покажем вам наших ребят давно уже я не показывала нет не русские а женщина дэла которая говорит по-русски я вам рассказывала так он гриль выкинул тихо тихо так вот подходим мы к остановочке пожарная часть наши о да Тася говорит асфальт почистили белый 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 ребятишки все сидят ну не все ждут автобус еще только начало нам сейчас кофту даст да Тася сейчас с меня снимет кофту а флёр мы научили говорить по-русски флёр привет 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 всем привет какое смешное слово как дела как дела как дела как дела она нам отвечает как дела утренние обнимашки мяу мяу Тася меня греет потому что бессовестно сняла с меня кофту теперь меня греет мяу мяу грей маму а то мама колеет совсем и некому будет вам рассказывать все что скажешь вздыхает но она кстати очень любит в школу ходить да ты слушаешь тебе нравится школа я маму хочу столкнуть назад слышите да маму хочу столкнуть назад нормально ну вот я тебя поймаю шила фамилия написана пока ждем автобус Тася говорит давай в сотый раз покажем наш айди вот такая карточка вот по которым они обедают вот заходят в школу у меня очень длинная фамилия вот у всех там всякие гой всякие смит шмит да они удивляются они знаете чему удивляются особенно тому что допустим мужчина Иванов а женщина Иванова то есть они наоборот говорят миссис Иванов вот у меня бы никифором было бы если бы у меня не было бы а и они удивляются почему добавляется буква а им это непонятно ну это же не так ну я тоже стала над этим задумываться слушайте они вот все время сидят на асфальте вот так вот а я переживаю как мать что застудят себе чего-нибудь чего-нибудь удачного дня быстро автобус сегодня приехал красотка наша пошла учиться ну и для тех кто со мной первый раз показываю машины все стоят когда школьный автобус остановился никто не может двигаться да вот сейчас все поехали за это очень большие штрафы все Тасюшу проводила можно подумать о завтраке подумать о завтраке конечно можно только подумать потому что завтрак у меня только в 10 а сейчас еще нет 9 о смотрите как у нас растет огородик я уже рассказывала что для них это ой даже прям остановлюсь вам покажу для американцев это прям как сказать экзотика для нас смотрите укропчик кустик кустик петрушки кустик базилик мята перцы ха я то это все знаю помидорки представляете вы ой клубнику ну все вместе посадили и клубнику и капусту что тут еще я не знаю салаты о это моя любимая руккола и кабачки вот заморочились на собрании поговорили о том что нужно выделить две грядки сняли грунт слой земли привезли грунт потом привезли вот этот вот что то такое я не знаю мульча или как это называется и прямо вот напротив корта ну можно сказать в центре поселка вот тут самый большой бассейн с подогревом в котором зимой тоже купаются здесь вот корт здесь постоянно вечером играют все в теннис очень людно и здесь сделали две грядки нормально так здесь кстати очень много белок я уже рассказывала смотрите колеси такие привет так интересно у белки с крысой разница только в том что у белки пушистый хвост да а мы почему-то так все умиляемся говорим боже мой вот это кстати не совсем белка я находила в интернете название как она называется здесь мимо смотрели я уже не помню ну типа белка ой какой там кот шикарный проехала котика вы знаете американские коты коты не откликаются когда их зовешь кс-кс-кс как у нас я не знаю на что они откликаются но вот я уже не раз замечала когда делаешь кс-кс-кс-кс никто не подходит здесь животные кстати очень спокойные все и собаки и кошки наш басик здесь такие кусты красивые росли закрывали бассейн зачем-то взяли все по выдернули наверное новые будут садить вот смотрите от бассейна до дома метров пятьдесят вон еще котик бежит один ну вот ребята завтрака я дождалась все приготовила вчера орешки свои любимые купила тостики творожок это кстати творожок я вчера купила в Костка ну вот кто меня давно знает знает что я умею практически все делать и варить творог и печь хлеб и сыр варить и господи вообще все что можно сделать дома я умею делать приготовить может быть когда-нибудь издам книгу рецептов все мы садимся завтракать нам приятного аппетита и вам приятного аппетита добра и всего-всего увидимся совсем скоро . до 2 . на 3 .